Обитатели гор и пещер. Удивительно, но в горах и в горных пещерах нечисти обитает больше, чем в любом другом месте Земли. Возможно, причина в том, что горы относительно неприступны для людей, а горные пещеры глубоки и часто переходят в сложные лабиринты, куда человек просто не отважится заглянуть. К тому же там, в глубине, всегда царит тьма. В общем, просто идеальное место для нечисти. Так что, если вздумаешься терпенистом, геологом или спелеологом, будь осторожен и перед каждым походом перечитывай эту главу. Вдруг доведется встретить кого-нибудь из них. Самая знаменитая горная нечисть. Это, конечно, гномы. С ними-то наверняка познакомился еще в детстве, когда читал Белоснежку. Или смотрел мультфильм про нее. Славные ребята, не так ли? Дружные, работящие, веселые. Песенка у них замечательная, запоминается легко. Хоть и поют ее они по-английски. Впрочем, с тем же успехом они могли петь песенку и на немецком, и на французском, и на любом из скандинавских языков. Ведь гномы обитают по всей Европе. Хотя, конечно, предпочтение отдают тем странам, где есть горы и горнодобывающая промышленность. Не могут гномы жить без металла и камня.